Здравствуйте, уважаемые друзья! Еще не успели все рассмотреть вариант такой мушки. Учитывая то, что в этом фильме я обволвился, что изготовлю простой вариант, попросили изготовить меня вариант такого стимулятора, насколько возможно, чтобы был простой. И, выполняя вашу просьбу, крючок нам понадобится все тот же, который или конкретно для хопперов, как я вам показывал, или же Тимка 200Р. Если такого крючка у вас нет, вы можете сами его выгнуть вот так с любого нимфового крючка. Нить я беру обыкновенную, та, которая, я так думаю, у вас должна быть в обиходе. Можно даже 4.0, 6.0, 8.0. Закрепили ее на цевье, подводим немножечко, не доходя до загиба. Формировать хвостик мы с вами будем, уже все равно мы никуда не денемся, необходимо из оленя. Если у вас имеется достаточно жесткое перо, с хорошей стекловидностью, Пожалуйста, попробуйте. Но самое основное, это то, что у нас здесь будет минимальное количество материала, согласно которому наша мушка будет опираться только на ершик и на хвостик, который мы с вами изготовим. Я возьму небольшую щепоточку оленевого меха, приблизительно по величине, может быть, даже несколько меньше, чем сама ампулка. И обязательно необходимо выровнять ступки. Убираем весь подшерсток, поломанный мех, который есть. Если у вас нет ступки, я уже рассказывал, можно изготовить это в обыкновенной гильзе, можно в пробирке лабораторной, в любом полом цилиндре, который имеет ровную поверхность внизу. Чтобы постучали наши волокна, наш мех подровнялся, вот стал такой ровненький. Значит, что я делаю? Чтобы 10 раз, как я уже объяснял, не перекладывать, я беру левой рукой, и у меня вот сразу видно, сколько у меня остается. Я беру, примеряю, сколько мне необходимо. Длина нашего хвостика должна равняться длине тела. Это очень важно, для того, чтобы наша мушка не кувыркалась. Остатки обрезали, подровняли. Здесь нанесу капельку клея. И прежде чем мы закрепим наш мех, нам необходимо, я так думаю, у каждого есть наборы, вот такие, хотя бы небольшую щепоточку взять вот так, блестящего дабинга, и положить вместе с крылом. Вот как я сделал, вот так вместе с крылом. И теперь здесь, в этой точке, мы уже вымеряли длину, начинаем наш мех. Сперва подхватили, вот так, а теперь начинаем его окончательно приматывать, так, чтобы слегка зашел за загиб. Вот так. Не отпускаем наш мех, прихватываем все до конца, и только лишь, когда дошли до места крепления, убираем руку и смотрим, как у нас получилось. Достаточно симпатично. Остатки, вот нашего дабинга, который у нас остался, не выбрасываем, он нам сейчас пригодится с вами. Для формирования тела, я буду использовать обыкновенный дабинг, тот, который мне помогает, мой любимый кот. Но, в новой, в новом варианте вязания мушки, нам понадобится вот такое перышко, или гризли, или если у вас будет в наличии любое, более-менее, с жестким пером, чтобы хорошая была его стекловидность, и в то же время, чтобы была достаточная длина бородок, чтобы мы могли это перышко промотать почти по всей длине цевья. В процессе изготовления вы сами увидите, что у нас получится. Можно верх, как я изготавливал перед этим мушки, изготовить из пенки, а не с дабингом. Как вы захотите, так и изготавливайте. В одном из фильмов, при изготовлении ручейника, я уже показывал, как можно изготовить достаточную плавучесть нашей мушки. Оставляем в таком положении. Берем нашу нить и теперь промазываю, я промазываю обыкновенным клеем, можно лыжной мазью, если у вас нет ваксы, свечкой, как вот я иногда пользуюсь обыкновенной церковной, хорошей свечкой. Берем совсем немножечко, небольшими порциями наш мех, наносим на нить и формируем дабинговую нить. Никаких пока блестящих элементов мы не добавляем. Длину приблизительно сантиметров 8-10. Длиннее не делайте, лучше потом добавить. Толщина, как вы видите, вот не совсем большая, для того, чтобы наше тело было достаточно крепким. И начинаем, начиная от нашего хвостика, где мы закрепили не сильно усердствую, стараясь соблюдать пропорцию, движемся к нашей грудке. Ближе к грудке можно уже немножечко побольше добавить дабинга. Использовать можно цвет черный, ближе, допустим, к цвету асфальта, так, чтобы это было не совсем черный, серый, темно-серый, коричневый, любые такие цвета, которые не сильно бы выделялись на фоне наших элементов. Тело здесь несет у нас второстепенную функцию. Вот так. И теперь нам остается только лишь одно. Выполнить обмотку по телу. Но я обычно, так как я не добавляю никаких блестящих элементов в дабинг, если у вас имеется дабинг уже готовый, с блесточками, или вы изготавливаете себе дабинг, без вопросов можете добавлять. Я теперь беру совсем немножко, щепоточку все того же, вот такого голографического дабинга, и его укладываю сверху, как я неоднократно уже показывал вам. И обмоткой нашего пера мы наш дабинг хорошо рассредоточим, вот так оставляем, хорошо рассредоточим по телу. Длина нашего перышка пока позволяет, поэтому мы делаем один оборотик в районе загиба и равными шагами движемся теперь по всему телу. Теперь у нас весь удар, вся плавучесть будет заключаться только лишь в силе нашего ёршика. Дошли до формирования место формирования грудки и здесь окончательно закрепим наше перышко. Остатки удаляем. И теперь в качестве самого крыла также можно использовать разные другие элементы. тоже перо, если оно хорошего качества. Но я думаю, можно немножечко вам потрудиться и найти совсем немножко оленевого меха. Убираем вот так остатки нашего дабина, чтобы нам не мешало. Все у нас хорошо. Теперь берем хорошую щепотку нашего оленевого меха. Несколько, считайте, в два раза больше по величине, чем мы брали с вами на хвостик. но не больше. Сильно не усердствуйте, потому что слишком большое крыло тоже не всегда хорошо. Убрали поломанный мех, подшерсток, в ступочку, как обычно, и подровняем. подровняли наш мех. Вот у нас вышел вот такой симпатичный пучочек. Убираем, какие бы еще попались поломанные волоски. И вымеряем теперь длину нашего крыла. длина нашего крыла должна быть так, чтобы хотя бы доходило до середины хвостика. Вот приблизительно так, как я держу. Опять берем, удаляем остатки, так как мы уже все выровняли. И на место крепления совсем немножечко нанесем обязательно клей. держим строго над цевьем и притяжной петлей не за один раз, а пару раз подхватываем наш мех. И после этого потом пол всей длине начинаем его вот так закреплять закрепили возвращаемся теперь не отпускаем так же руку возвращаемся там где мы закрепили наш мех и только после этого убираем нашу руку. У нас вышло хорошее жирненькое крылышко. Поставим крючок в удобное для нас положение так как будем наматывать сейчас перо и крепить другие элементы. Немножко добавляем клея и мех сейчас мы рассредоточим одним общим крылом. Добавили клея и вот так удерживая мех начинаем его рассредотачивать вот так по цевью. 1-2 оборота как вы видите будет достаточно для того чтобы он у нас равномерно лег поверх нашего крючка годится. Теперь для того чтобы более симпатично выглядело наше крыло которое мы будем устанавливать я беру опять совсем немножечко нашего любимого серого даббинга и сделаю в месте крепления небольшой ёршичек такой закроем нашим даббингом место крепления совсем совсем немножко потом добавим больше вот так закрепили в качестве крылышек я буду использовать я подобрал вот два таких огрызочка пера гризли которая у меня осталась при изготовлении мушек если у вас нет можно спокойненько это все взять со скальпа петуха с любого даже вплоть до того чтобы допустим вам то что вам нравится вымеряем длину наших крылышек они должны быть несколько длиннее нашего крыла из меха пока одной второй вот так накидной посмотрели если переборщили опять убрали заново подхватили посмотрели вот приблизительно такая длина нас устраивает не отпуская делаем здесь парочку оборотов и теперь слегка увлажнив пальцы разводим наши крылышки следим за тем чтобы наше перо не прокручивалось если по каким либо причинам лучше опять отпустить и опять поставить его на место вот приблизительно должна выйти вот такая конструкция мы заменили с вами те перья которые джунглевого петуха и поставили наши обыкновенные те которые у нас есть и теперь окончательно можем закрепить весь материал в качестве ёршика который мы будем с вами наматывать я подготовил вот такое перышко гризли из петуха креплю его здесь же учитывая то что у меня подходящее перо будем говорить только вот такое нашлось нам необходимо с вами теперь грудку немножко приукрасить чем мы это сможем сделать мы с вами возьмем теперь немножечко оранжевого красного вот у меня имеется даббинг персикового цвета то есть любой который как-то бы имел контраст по сравнению с тем основным даббингом которым мы наматывали тело учитывая то что перо мы будем мотать с хорошим шагом даббинг будет просматриваться и дополнительно провоцировать много его не желательно так как при намокании у нас потом наша мушка будет клевать носом берем теперь хорошо проматываем нашу грудочку так как обычно еллоу делают стимулятор или красным или оранжевым даббингом в зависимости от того как вы выберете так для вас в идеале оно и выйдет добавим еще немножко можно использовать здесь и перо павлина можно и даббинг любой металлизированный что у вас будет под руками пожалуйста можно это использовать я рассматриваю вариант когда нет большинства материалов у вас нанесли так чтобы не оставалось у нас залысин потому что при наматывании пером обязательно у нас получится так что даббинг часть даббинга у нас стащится вот приблизительно вот такая хорошенькая жирная наша вышла голова грудь доводим до места крепления сделаем с вами один узелочек чтобы нить никуда не убежала и так же как в варианте с телом мы с вами возьмем и добавим немножко совсем блестящего даббинга оттенок цвет выберите сами но учитывая то что здесь у меня оранжевый даббинг я возьму немножко оранжевого и немножко желтого также можно прихватить ниткой можно его вот так слегка сложив в две в три части обернуть наш нашу грудь как вы видите и в таком положении оставить берем теперь наше перо уводим наши оборотки и выполняем обмоточку сперва делаем один полный оборот желательно выполнить так чтобы вышло хотя бы три оборота у нас вот как раз хорошо хороший пышный ёршик достаточен для плавучести при использовании других материалов можно было бы выполнить меньшее количество оборотов но учитывая то что у нас вся наша плавучесть будет держаться только лишь на ёршике и на хвостике мы с вами друзья должны здесь выполнить соответствующее количество оборотов ну и дальше процедура вся понятна удаляем излишки пера и формируем головку мы нанесли капельку лака и наша вот такая вот незатейливая с вами мушка как вы видите довольно таки хорошо смотрится во всех своих ипостасях готова к рыбалке также с успехом как я вам говорил откликается практически любая рыба в зависимости от величины пробуйте как вам будет удобно благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи